Железнодорожный цех это и правда многообразие техники, среди которой, конечно же, не последнее место занимают локомотивы. Вот они, красавцы. И обслуживает этих коней стальных магистралей 94 человека. Машинисты тепловозов, помощники машинистов, слесари по ремонту подвижного состава, электросварщики. Круг обязанностей. Нам необходимо выпустить на линию рабочий тепловоз, чтобы он мог спокойно перевозить грузы. Без поломок, без всего. Сегодня общий парк локомотивного депо железнодорожного цеха 17 тепловозов. Их специалисты подразделяют на серии ТМ-2, ТГМ-6. Даже разъясняют, чем они отличаются. Однако просят не загружаться. Подтверждают, что обе серии тепловозов маневровые, мощные. Даже бегает старичок-тепловоз 1970 года выпуска. Вот что значит опыт людей, которые умеют машины ремонтировать. Капитально текущие ремонты у нас есть планово-предупредительная система. То есть мы работаем согласно графику. Ну а как вся техника, бывают естественные поломки, бывают и различные ситуации, которые мы выходим, я думаю, счестью. Рассказывают, что в локомотивной службе работают и люди предпенсионного возраста, и молодые. Те, кто собираются на заслуженный отдых, передают опыт только что пришедшим. Незримое наставничество тоже есть. Мы готовим молодежь, готовим машинистами, закрепляем их за машинистами, уже, скажем так, за стажистами, за нашими, которые обучают молодежь. Затем уже, которые будут, пойдут на пенсию, на заслуженный отдых. Ну а молодежь продолжит их дело. Виктор Михайлович руководит службой, где на передовой подъемно-транспортное оборудование и путевые машины. Вот показывает на грузоподъемную машину. Она нужна для ремонта тепловозов, где агрегаты, где узел тепловозный поднимет и перенесет. Есть в хозяйстве 24 работников службы и путеремонтные машины, а еще снегоуборочные. В последнее время нас зимы балуют, они не такие снежные, поэтому как бы более ударно работники службы трудятся летом. Так что работы у железнодорожников хватает. Чего только стоит один рабочий день. Рабочий день начинается с того, что узнаю, как отработала смена. То есть, если работают грузоподъемные механизмы, то есть, как они отработали. Затем, соответственно, планируем проведение ремонтов. То есть, и планируем эксплуатацию машин. Вот скажите мне, вот глупый вопрос буду задавать. Грузоподъемные машины, они для чего? Ну, груз поднимают в вагоны, да? Ну, вот грузоподъемная машина. То есть, она предназначена для обеспечения ремонта тепловозов. Вы должны что-то подвезти, какое-то оборудование? Ну, то есть, машинист крана, есть сменные агрегаты и узлы на тепловозах. То есть, вот для этого и существует этот кран. Плюс экипировка, то есть, заправка маслом. То есть, вот... Нет, нет, почему? Только здесь он работает. Экипировка производится только здесь топливом. Сколько человек? В данный момент в службе 24 человека. Хватает? Хватает. Справляетесь? Ну, это уже оценит начальник цеха. Через несколько дней железнодорожный цех Северского трубного завода отметит свой профессиональный праздник. А потом всем коллективам будут готовиться к 85-му дню рождения цеха. Ольга Фролова, Алексей Карипанов. Новости Полевского. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова